Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Кутя. По данному управлению Роспотребнадзора, по за последние сутки в Республике с диагнозом новой коронавирусной инфекции госпециализировано 23 человека. Это 7,7% от общего количества выявленных случаев. За сутки выявлено 298 случаев. Уважаемые жители Республики, я хочу обратить внимание, что в госпитализации основы коронавирусной инфекции в основном осуществляется лист старшего возраста, большинство из которых не вакцинировано. За сутки 76% новых случаев заболевания зарегистрированы в городе Якутске. В районах Республики зарегистрировано 23 случая. Уважаемые жители Республики Сахая-Кутя, при переезде из города в районы обращаем ваше внимание на необходимость внутреннего самоконтроля, прежде всего за своим состоянием здоровья. Анализ тех случаев, которые непосредственно у нас сегодня возникают в районах, говорит о том, что большинство из них связаны с завозными случаями новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день единственным способом, который защищает нас от коронавирусной инфекции, является вакцинация. Поэтому, несмотря на то, что 92% населения Республики в целом по статистике непосредственно привиты первым компонентом, однако, исходя из позиции того, что вакцинация должна осуществляться один раз в полгода, всё-таки необходимо обратить внимание на ревакцинацию. У 68% от количества случаев, у которых наступил срок ревакцинации, ещё на настоящий момент её прошли. Это 171 человек, 488. Благодаря вакцинации и ревакцинации формируется устойчивый иммунитет, устойчивая иммунная нагрузка, позволяющая легче переносить либо коронавирусную инфекцию, также острые респираторные заболевания, но и, конечно же, непосредственно защитить от тяжёлого прохождения течения заболевания. Сегодня низкими темпами и вакцинациями отличаются Алданский, Верхоянский, Горный, Мегино-Кангалаский, Мирненский, Намский, Нюрингвинский, Амиконский, Средний, Колымский и Гурт-Якутск. Почему обращаем внимание на эти улусы? Потому что сегодня для жителей этих улусов это прежде всего улусы, которые также сегодня приезжают к ним граждане. В Алданский, Мирненский, Нюрингвинский приезжают новые граждане для работы на сезон. В Амиконске та же самая ситуация. Для всех остальных необходимо обратить внимание, так же, как и для обозначенных улусов, что возвращаются учителя из, соответственно, своих отпусков. Поэтому прошу обращать внимание на необходимость наличия устойчивого иммунитета у лиц, которые начинают работать с детьми, и прежде всего учительского сообщества. На августовском совещании учителей ряд вопросов, связанных с вакцинацией, ревакцинацией, подготовкой школы к новым условиям. Тогда ковид, когда к нам пришел на долго, будет также дана соответствующая информация. На настоящий момент вы обращаете внимание на то, что во многих наших поликлиниках, прежде всего города Якутска, появляются очереди. Для того, чтобы снять проблему по очередям, работает единый колл-центр 122. Так, за сутки на 10 августа 2022 года обработано 772 входящих звонка. Работают 27 операторов. В ежедневном режиме мы отслеживаем, какое количество времени требуется для того, чтобы дозвониться. В любом случае операторы вам ответят. На настоящий момент мы сохраняем высокий уровень проведения исследований на новую коронавирусную инфекцию путем тестирования. 3167 исследований в сутки производятся. На настоящий момент, к сожалению, мы вынуждены увеличивать количество развернутых коек для больных, в том числе и детских инфекционных коек. На горячая линия здравоохранения продолжает свою работу. Порядка 200 звонков поступает. Необходимо обратить внимание, что для лиц старшего поколения, если ими будет принято самостоятельное решение ограничить свое передвижение, а сегодня хотелось бы на это обратить внимание, или будут приняты какие-то собственные решения по самоизоляции, волонтеры готовы будут работать с вами в том же режиме, в котором и работали ранее. Субтитры создавал DimaTorzok